Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert и сегодня вышла новенькая iOS 13 5.1 Что же в этой новой версии я вам расскажу немножко позже, сейчас я вам сделаю небольшое объявление, то есть я вывел на новый уровень свой канал, я его разделил на 4 пункта Это скорость работы, новые фишки и баги, автономность и стоит ли обновляться, то есть чтобы ответить сразу в одном видео на все вопросы, чтобы потом не было никаких вопросов и так далее Начнем с того, что как же работает Haptic Touch, у нас быстренький отзыв, никаких здесь нареканий я не вижу, все быстренько отзывается, то есть работа становится на прежнем уровне, здесь глюков никаких нет То есть проще всего проверить это как, перейдем в аккумулятор, вот проверим емкость, все понятно И здесь ждем пока прогрузится данные у батареи и мы, то есть если будет фриз, первый фриз по-любому будем, когда мы опускаемся Вот, и следующий фриз, да, есть, это все еще глючная iOS, самый простой способ проверить на скорость работы и на глючность, сами видите, пока все печально Новых фишек не завезли, это iOS вышло исключительно для того, чтобы исправить какие-то баги А какие баги, сейчас я вам перечислю Какие баги были исправлены, это нагрев батареи после резервных копий iCloud, Viber или еще каких-то приложений, то есть непроизвольный, плохой прием сотовой сети Плохое соединение Wi-Fi, Bluetooth, сбой работы в App Store, потеря емкости батареи, то есть из-за этих нагревов непонятных Баг приложений, ошибки приложений, то есть там всякие вылетали или еще что-то было Фризы при свайпах на рабочем столе, баг в настройках смещения текста и замыливания, то есть просто когда переходите и у вас какие-то там глюки, баги у каждого по-разному То есть зависание телефона после завершения звонка, то есть когда вы прикладываете к уху, срабатывает датчик приближения, у вас как бы получается темный экран остается, а вы не можете телефон разблокировать То есть такой глюк какой-то пребывает, вот вот эти именно на направлении этих всех багов как раз и прошло обновление и все теперь в порядке Автономность у нас на прежнем уровне, как бы ничего я не успел протестить, она только вышла, но то есть по тестам обычных Geekbench и так далее По просмотрам видео батарейка себя ведет достойно, здесь я нареканий не вижу, главное чтобы не грелся, если будет греться, значит все еще печально, сами поймете при использовании Обновляться конечно же стоит, когда это касается исправления багов, всегда обновляйтесь даже и не думайте То есть это релизная версия, можете не переживать, оно того стоит, это не бета-версия, с бета-версиями стоит задуматься и как бы всегда не забывайте делать резервные копии, чтобы потом было легко восстановить ваши данные Вот как-то так Оставляйте мнение ваше в комментариях, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео До следующего видео, всем пока